Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором вы всегда можете найти свежие обзоры на все, что в игре происходит. И в этом видео, как обещал, после прокрута предыдущей рулетки, где я забрал вот эти вот ключики, мы крутим уже основной розыгрыш номер 2, в котором будем смотреть, что мне выпадет. Откровенно говоря, я расстроен, по той причине, что для того, чтобы получить вот эти вот ключи, ребят, я в предыдущей рулетке слил 11174 голды, то есть округляя 11 косарей. И это очень дорого, и суммарная стоимость этой рулетки теперь для меня составляет 31 тысячу золота округляя. Я лично считаю, что это очень дорого для девятки, даже с учетом того, что здесь есть какие-никакие контейнеры. Но по факту, что здесь есть? Да, здесь есть два мистических контейнера второго уровня, есть три мистических контейнера первого уровня, один всего лишь огромный сюрприз. Собери их все в количестве шести штук. Есть тройка другая контейнеров бомбических и есть мега контейнер. И это, я считаю, не сильно крутой набор, с учетом того, что не факт, что девятка будет та, которой у кого-то нет. Или, в частности, у меня, допустим, вообще все есть. Ну и, соответственно, вообще это будет та девятка, которую вы хотели. Допустим, вы не хотите себе TL7-120, а мечтаете о, не знаю, том же самом КПЗ-70. Короче говоря, мне будет очень дорого крутить ее до конца, поэтому до конца крутить не вижу абсолютно никакого смысла. Что у нас по шансам? По шансам, ребят, мега контейнер, допустим, 0.32, а сертификат на танчик девятого уровня 0.07. Ну, это лучше, чем 0.02 и 0.01, но, в принципе, я бы сказал, те же яйца, только в профи. Мистический контейнер 17% и целых 31% на мистический контейнер первого уровня. Контейнеры собери их все, с вероятностью 26% округляем. В общем, сейчас тройку другую контейнеров откроем. Скорее всего, сертификат никакой не получим. Ну и, как я уже сказал, я раздосадован просто до ужаса. Пишите свое мнение по поводу данных рулеток, как вы считаете, тема интересная, прикольная или все-таки не сильно, не сильно подогревающая к тому, чтобы эти рулетки крутить. Я вот, допустим, понял свою ошибку в отношении того, что решил идти до финиша, чтобы собрать все три ключа. Да, мне немножечко проще. Есть ребята, которые меня поддерживают, периодически присылают подарки. Я за это им безумно благодарен, потому что без них я бы такие видео финансово просто не вытянул. Это факт. И, понятное дело, что мои возможности, они шире, чем возможности большинства игроков. И вот сейчас я о себе думаю, если я с такой резью на сердце прокручивал рулетку для того, чтобы получить эти ключи, то приблизительно с какими ощущениями эти прокруты будет делать человек, который золото собирает исключительно, проходя какие-то игровые события, продавая какие-нибудь танки, которые в этих игровых событиях получает. Ну и, соответственно, исключительно просматривает рекламные ролики, за которые получает по 10 голдовых за каждый ролик. Поэтому я лично считаю, что, ну, все-таки рулетки, их необходимо немножечко опускать ближе к земле. И, допустим, та же самая рулетка, которая стоит 145 тысяч голды, ну, я слабо себе представляю, какое количество игроков имеют возможность финансовую прокрутить данную рулетку до конца. Ну и, в частности, зачем это делать, если за 145 тысяч золота можно просто накупить себе огромное количество танков, которые можно поставить в ангар так, что места больше не будет и, в принципе, собрать практически все, что в этой игре толкового есть. Ну, ладно, это больше демагогия, где-то граничащая с философией, но все-таки мне кажется, что это все имеет место быть. Поэтому очень надеюсь на ваши честные комментарии под данным видео. Как видите, я пока открываю без особого какого-то энтузиазма. Я просто сливаю золото и из этой рулетки, откровенно говоря, вообще ничего не получаю. То есть мне сыпет всякого рода шелуху, но кайфа от этого вообще никакого нет. Ну, в принципе, на этом привет, наверное, ребят. Давайте будем теперь смотреть, что у нас получается. 700 голды, следующий прокрут. Что у меня остается? За 700 золота я могу пойти в магазине и купить себе 2 контейнера мистических, сразу еще 200 голды останется. Контейнер огромный сюрприз, фиг достану, потому что шансы маленькие. Открывать дальше контейнеры с анимированным аватаром или с тем же самым обвесом не вижу никакого смысла. В отношении контейнеров с золотом, ребят, 2 конта первого уровня особо меня не окупят. Ну, в лучшем случае я окуплю просто стоимость прокрута, если он выпадет. Мистический контейнер второго уровня, да ну его нафиг, с него выпадает точно так же, как с конта первого левела. Собери их все, ну, 3 контейнера полторушку стоит. Теперь в отношении шансов и почему я не вижу смысла крутить. Шанс выпадения сертификата 0.13. Огромный сюрприз, из которого я лично могу получить золото 0.76, то есть меньше 1%. Контейнер с обвесом типа вроде бы 0.87, но по факту я уверен, что он выпадет гораздо раньше, нежели тот же самый мистический контейнер. По крайней мере, в последнее время рулетки именно так себя непредсказуемо и ведут, если эту непредсказуемость можно назвать непредсказуемостью. Мистический контейнер первого уровня, ошеломляющий 37%. Как я сказал, за эти 700 голды я лучше дождусь выхода заново на продажу двух мистиков по цене в 500 золота и куплю их. Это будет гораздо выгоднее. Поэтому, ребят, на данный момент, обижаетесь или нет, я останавливаюсь. Потому что сливать голду в унитаз не в моих принципах, я и так очень много золота потратил, ну, я бы сказал, абсолютно без толку. Ну, разве что, кроме того, что показал, как в реале выпадает из последнего времени рулеток, ну и, соответственно, показал это вам для того, чтобы вы понимали, к чему вам готовится и стоит ли оно того. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok